На информационном канале Севастополя новости в студии Наталья Двойцина и смотрите в программе. Добрая весть. Верующие отметили Благовещение Пресвятой Богородицы. Поверь в себя, проверь в себя. Во Всемирный день здоровья севастопольцы сдавали кровь на сахар. Отопительный сезон в Севастополе предлагают завершить 11 апреля. Дату озвучили в четверг на заседании оперативного штаба ликвидации последствий ЧАЭС. Коммунальщики аргументируют, что среднесуточная температура уже позволяет переводить котельные с зимы на лето. Это поможет сэкономить электроэнергию для Севастополя в режиме чрезвычайной ситуации. Напомним, всю следующую неделю с 11 по 17 апреля в связи с монтажными работами на энергомосту лимиты Севастополя установят в размере 140 мегаватт. Мы предлагаем до 10 числа завершить отопительный сезон в зоне действия Севтеплоэнерго и до 19 числа завершить в зоне действия СГС+. Это позволит экономить электроэнергию и максимально вырабатывать СГС плюс при когенерации. А мы обратно всех не получим? Значит, люди начнут подтапливаться кондиционерно? Нет, прогноз погоды положительный. Самые низкие температуры плюс 9 в ночное время. Это позволит достаточно комфортно завершить отопительный период. Окончательное решение по завершению отопительного сезона будет принято на заседании правительства после просчета максимально комфортных условий для потребителей. Напомним, информационный канал Севастополя продолжает прямые трансляции заседания оперативного штаба. Узнайте первыми обстановку в городе ежедневно в 9 часов утра. Город будет лишен доли в вертолетном заводе. Государственное унитарное предприятие «Авиационный завод» готовится к передаче в федеральную собственность. Из-за позиции законодательного собрания, которое так и не приняло программу приватизации на 2016 год, Севастополь потеряет влияние на вертолетку. Об этом в четверг на заседании правительства заявил заместитель губернатора Алексей Еремеев. Предполагалось, что по дорожной карте, согласованной с правительством страны, для гарантированных инвестиций господприятие будет преобразовано в открытое акционерное общество. Равные доли должны были быть у Севастополя, холдинга, вертолеты России и Ростехнологии. Однако для этого необходимо принять закон и утвердить прогнозный план приватизации. Этого не произошло. При положительном заключении прокуратуры, юрслужбы, правительства и вертолетов России законодательное собрание отказалось принять документ. В виде непонимания со стороны законодательного собрания данного процесса, что законодательное собрание не поддерживает приватизацию в таком плане, после посещения вице-премьером Российской Федерации Рогозин в городе Севастополь было принято решение для ускорения процесса, поскольку у нас стоят заказы и мы не можем их реализовать на предприятии, было принято решение передать имущество севастопольского авиационного предприятия в федеральную собственность. В настоящий момент готовится проект постановления правительства Севастополя. Получается, на противостоянии правительства Севастополя и законодательного собрания Севастополя город Севастополь теряет свое имущество или возможность участия города, правительства и всего города, участия в работе предприятий совместно с государственными предприятиями. Поэтому просто из-за непонимания и упертости какой-то непонятной ни для кого из юристов, получается, мы теряем долю города в имуществе. Если законодательное собрание будет продолжать политику, именно которой она сейчас придерживается, шанс потерять оборонное предприятие у нас имеется. В Севастополе начал работать первый пограничный пункт пропуска для маломерных судов. Его задача – принимать российские и зарубежные яхты длиной до 40 метров. В четверг утром в морские ворота к государственной границе вошло первое судно под иностранным флагом. Встречала экипаж и съемочная группа информационного канала Севастополя. Девять часов утра Балаклавская бухта. В новый пункт таможенно-пограничного контроля прибывает первая яхта. До сегодняшнего дня госконтроль маломерных судов, заходящих в Севастополь, осуществлялся только в двух точках. У причала морского вокзала в Южной бухте, а также в пропускном пункте Ялты. По словам специалистов, это не всегда было удобно. Иногда рейд закрывался, и все-таки длительность пути отсюда в Севастополь – это порядка 24-25 миль и обратно. Лишних 50 миль. Десять лет мы готовились к этому дню. И вот, благодаря поддержке города, администрации, очень большое внимание уделило управление погранслужбы Крыма, Севастопольская таможня. И, наконец-то, мы сегодня открываем первое будет оформление яхты с причала 258 в бухте Балаклава. Новый пограничный пункт также облегчит работу яхтсменам. Он значительно сократит время прохождения таможенных и пограничных процедур. Если ты идешь из-за границы в Севастополь, то ты понимаешь, что вот есть Балаклава, есть пункт пропуска. Ты приходишь, по рации связываешься с портовыми властями, тебе говорят, куда идти, что делать. Не надо заранее ничего согласовывать, подавать заявки за 72 часа, включаться в планы движения портовые какие-то и все прочее. Те же самые процедуры, но в одном месте, где находятся и пограничники, и таможня, прямо на причале, куда будет подходить яхта под иностранным флагом. Конечно, это облегчит жизнь людей, это даст приток дополнительный сюда яхт. По поручению президента России, центром развития яхтинга в регионе станет Балаклава. И парусный спорт в значительной мере должен повысить статус крымского полуострова и сделать его привлекательнее для туристов. Очень много подготовлено проектов нормативно-законодательных актов, которые касаются как процедуры таможенного оформления, так и процедур упрощения захода яхт в порты Российской Федерации, в частности, в Севастополь. Мы имеем очень большой потенциал для того, чтобы водный туризм, яхтенный туризм, парусный спорт в Севастополе, в Крыму в целом перешел на новую ступень. И, наверное, со временем это станет одной из градообразующих отраслей, потому что, наверное, Крым и Севастополь действительно – это очень хорошая и перспективная туристическая зона. В Севастополе насчитывается свыше тысячи маломерных судов, порядка двухсот из них под иностранными флагами. Ожидается, что к 2020 году по программе развития туризма количество яхтенных стоянок в городе увеличится. Анастасия Синица, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Льготные лекарства в шаговой доступности. На заседании правительства заслушан доклад представителей Севастопольской аптечной сети. В 2015 году в городе выписано более 32 тысяч льготных рецептов. Этим вопросом занимались в 35 пунктах 11 медучреждений. Выдачу лекарств по льготным рецептам на сегодняшний день осуществляет государственная аптека на проспекте Октябрьской революции и 12 коммерческих пунктов. Приоритет на 2016 год – реализация программы шаговой доступности медикаментов для льготников и монтаж модульных врачебных амбулаторий в Солнечном, Верхнесадовом, Орлином, Орловке и Терновке. Сюда также будут доставляться лекарства, включенные в перечень жизненно важных препаратов. Задача предприятия на 2016 год – это реализация программы шаговой доступности медикаментов для льготников города Севастополя. Это открытие аптечных пунктов на территории медицинских учреждений города Севастополя, осуществляя их выписку бесплатных рецептов. Таким образом, для 100% реализации программы шаговой доступности медикаментами для льготных категорий граждан необходимо открыть 33 аптечных пункта в 11 медицинских учреждениях города Севастополя. В целях реализации данной программы в 2015 году на основании распоряжения правительства Севастополя номер 625 от 28.07.15 за предприятием закреплены на праве хозяйственного обведения нежилые площади, расположенные на территориях и медицинских учреждениях города Севастополя в количестве 44 объектов. Заместитель губернатора Алексей Еремеев поручил в двухнедельный срок представить план развития предприятия на ближайшие три года с конкретными датами открытия новых аптечных пунктов. 7 апреля – Всемирный день здоровья. 2016-й стал годом борьбы с сахарным диабетом. В Севастополе при поддержке Департамента здравоохранения в Первой городской больнице и в поликлинике номер 2 провели акцию по исследованию крови. Алевтина Игнатьева продолжит. Измерить свой уровень сахара в крови в поликлинику Первой городской больницы пришел пенсионер Иван Карахтинцев. За своим здоровьем 88-летний севастополец старается следить, ведет активный образ жизни, ежедневно делает зарядку, соблюдает правильный режим питания. Про акцию по исследованию крови узнал из плакатов, размещенных по больнице. «Пришел поправить здоровье. Хочу дожить до 90 лет. Если не отнесу, то через два года будет 90. Ну, в общем-то, хотел бы, как говорят врачи, я сказал, я говорю, подстраполите меня, чтобы я дотянул до 18-го года. Он будет спрашивать, почему? Я говорю, президентские выборы будут. Чемпионат мира по футболу. Раз, два. И Кельчинский мост построить. И поеду в Волгоград, съездю к своим родным еще». Аккуратный укол в палец, и спустя 5 секунд результат готов. С помощью специального прибора-глюкометра узнать об итогах анализа можно быстро и просто. Допустимая норма содержания глюкозы в крови – до 6 единиц. По окончанию процедуры специалисты дают рекомендации, как обезопасить себя, если показатели выше нормы. «Даже если к 6, к верхней границе, мы уже рекомендуем не употреблять белые сорта хлеба, макаронные изделия, больше овощей, фрукты, исключить сахар, булочные торты, булочные изделия и ограничивать даже мед, может быть, 2 чайные ложки в день. То есть уже следить за собой, что ты ешь». Пройти экспресс-метод по исследованию крови на содержание сахара можно было в 1-й городской больнице и в поликлинике номер 2. В рамках акции тут с 9 утра и до 11 часов принимали всех желающих. «Каждый человек сегодня может проверить уровень сахара в крови. Если он будет выше нормы, это повод обратиться к врачу и уже обратить внимание на свое здоровье. Вот мы уже начали этот скрининг, уже половина прошло, и я хочу сказать, что 30% людей с повышенным уровнем глюкозы в крови. Это, конечно, очень печально». За время приема граждан в первую городскую больницу обратилось почти 100 человек. У 38 из них уровень глюкозы в крови превышает норму. Согласно статистике, в Севастополе на учете с диабетом 1-го и 2-го типа около 10 тысяч человек. Почти 2 тысячи из них – инсулинозависимые. Специалисты рекомендуют сдавать анализ крови на содержание сахара хотя бы раз в год. Это станет первым шагом к профилактике опасного заболевания. Алектина Игнатьева, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Поддержка фермеров. Порядка 300 миллионов рублей с федерального бюджета выделено на развитие сельского хозяйства Севастополя в рамках профильной программы до 2018 года. Как можно получить государственную помощь? Подробности в следующем сюжете. Сотрудники Департамента сельского хозяйства Севастополя провели встречу с фермерами. В повестке дня три пункта – сельское хозяйство, рыболовство и виноградарство. Обсуждения проходили в рамках реализации государственной программы развития отрасли на 2016-2018 годы. Принято решение о контроле выдачи грантов начинающим предпринимателям, частичной компенсации затрат и субсидирование сельского хозяйства. В этом году пока у нас выделено инфестерство сельского хозяйства 9 млн 645 тысяч на поддержку начинающих неравчатых фермеров. Будет выдан грант до 1,5 млн. рублей, как утверждено, постановление правительства Российской Федерации. По действующему законодательству сельхозпроизводители не могут получать государственную субсидию на организацию своей деятельности. Строительные работы, закупка оборудования и прочее предприятие должно выполнять за свой счет. Субъект хозяйства может рассчитывать на господдержку только при предоставлении соответствующей документации о своей деятельности. При заключении, рассмотрении ваших пакетов документов департаментом будут определены результаты работы предприятия, собственно, для чего вы получаете эти субсидии. То есть какие-то должны быть определены результаты. Эти результаты определяются непосредственно заявителям. В департаменте сельского хозяйства отмечают, многие производители не умеют правильно составлять документацию по своей деятельности и не знают порядок отчетности по выданным грантам и субсидиям. В этой связи будут открыты специальные учебные курсы. При Министерстве сельского хозяйства Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса проводят учебу с 18 по 23 апреля. В процессе обучения слушатели курсов получат знания по вопросам юридического обеспечения, создания и функционирования крестьянских фермерских хозяйств и других малых форм хозяйствования. Цель программы поддержки сельского хозяйства – стимулирование развития фермерства и индивидуальных предпринимателей. Все зависит от активности инициативы субъектов хозяйств. А руководство профильного департамента предоставит предприятиям все возможности для организации их деятельности. Дмитрий Слизовский, Александр Тимофеев, Михаил Волобуев. Информационный канал Севастополя. Православный мир отметил Благовещение. По всей стране 7 апреля в храмах и церквях прошли службы в честь праздника. В Покровском соборе севастопольцы также обратили свои молитвы к Богу. Благовещение Пресвятой Богородицы, почитаемый православными верующими праздник по значимости сравним с Рождеством и Пасхой. В Евангелии говорится, что именно 7 апреля Архангел Гавриил принес Пресвятой Деве Марии благую весть о рождении Сына Божьего Иисуса Христа. Дева Мария сказала, «Сероба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». И у Господа не осталось бессильным никакого слова. И это событие, которое было возвещено ангелом в День Благовещения, от 7 сегодня, мы празднуем через 9 месяцев Рождество Христово. Это событие свершилось. На Руси Благовещение считалось выходным. На праздник принято уделять внимание семье и близким, а также передавать только добрые, благие вести. Также в этот день, несмотря на Великий Пост, разрешено употреблять пищу, рыбу и вино. И обязательно нужно обращаться к Богу с молитвами. Мы сюда пришли помолиться при Святой Богородице и вспомнить о том, что сегодня известие о жизни вечной пришло, что человек не умирает, а родился к жизни вечной. Мы хотим поблагодарить и прославить Богородицу в этот Святой День. Господь Бог есть. И я чем больше живу, тем больше убеждаюсь. И вот по молитвам к Нему очень много чудес происходит. Помощи Божьи всегда не оставляет нас. Я прошу для всех православных крестьян, и для всех людей, детей особенно, которым очень трудно сейчас выжить, для них прошу благодати Божьей, помощи Божьей, защитница, чтобы Матерь Божья наша защищала детей. В этот праздник всем рекомендуется совершать только добрые дела, а также готовиться к Великому Празднику Пасхи. Арсений Ковалевский, Александр Тимофеев, Карина Сыч, информационный канал Севастополя. Генеральный директор Пау Муссон Владимир Плотко намерен участвовать в предварительном голосовании по отбору депутата Госдумы. Напомним, состоится оно 22 мая. Свой шаг аргументирует тем, что видит в Севастополе массу проблем, но главное знает, как их решить. Известный в городе предприниматель, общественник, меценат, спортсмен активно развивает производственную отрасль региона, поддерживает городские культуру и спорт. С 12-м кандидатом на участие в предварительном голосовании «Единая Россия» общалась Анастасия Шуга. Под 12-м номером Владимир Плотко вот уже десятки лет успешно играет в баскетбольной команде. И волей случая именно этот номер достался ему, как участнику предварительного голосования от партии «Единая Россия». Подать документы шаг вынужденный. Сделать его решился, видя обстановку в Севастополе. В городе существует такая проблема, как непонимание одной ветки власти, другой, то есть раздор. Я принял решение, что я не только могу строить, созидать какие-то идеи, воплощать. Я считаю, что все должны друг другу помогать, и все ветки власти, и бизнес, и локомотивам идти вперед, и строить этот город, строить нашу страну. Сейчас Владимира Плотко знают прежде всего как предпринимателя. Этот заброшенный участок территории завода «Мусон» за 13 лет превратился в крупнейший торгово-развлекательный центр Севастополя. Сделать это удалось, уплотнив производство. Мощности предприятия не сократили, а перераспределили. Мы объединили все производство в единое. То есть у нас и пластмассовое, и резиновое производство, и термическая обработка. И, в общем-то, мы из любой марки стали можем сделать именно в стенах нашего производства. Последние заказы мы плотно работаем с предприятием «Импульс». И последним был оборонный заказ – это боевые роботы. И никто не знает, что основную механическую часть, практически всю, сделала меня предприятием «Мусон». Доходы от производства помогают развивать социальную сферу. Спорт, в частности. Сначала открыл зал в самом торговом центре. А летом 2013-го свои двери распахнул целый спортивный комплекс. В «Мусоне» есть теннисный корт, волейбольный и тренажерный залы, танцевальная студия и даже массажный кабинет. Всего около 10 спортивных направлений. Владимир Плотко убежден – здоровая молодежь – залог успешного общества. Обогащение – это не самое главное. Обогащение должно работать именно на благо, какое-то социальное или на благо, что деньги – это ничто. А когда ты понимаешь, что это нужно тебе, другим и, в первую очередь, нашему фундаменту общества, а фундамент общества – это наши дети, то, в общем-то, никаких магазинов, мы там делаем спортивный зал. И в планах новые спортивные объекты. Намерен развивать плавание и футбол. Спорткомплекс открыт для участника соревнований из разных регионов страны. Поэтому сама собой возникла необходимость гостиницы. Её строят уже сейчас. За особый вклад в развитие региона в 2013 году Владимир Плотко получил памятный знак от городских властей. Он сможет ещё немало сделать для Севастополя, уверены его коллеги. Поэтому решение баллотироваться в Госдуму поддерживают. Я лично одобряю его решение. Я думаю, что город превратится наш в лучшее, красивее. Но просто будет хороший город. Он это может, он это сделает. Сегодня он не говорит, а действует, внедряет всё в жизнь. Предварительное голосование «Единой России» пройдёт 22 мая по всей стране. В Севастополе организуют 36 избирательных участков. Акция нужна для того, чтобы горожане смогли заранее определиться, какого кандидата они будут поддерживать на выборах в сентябре 2016 года. Анастасия Шульгадель, Вермиджитов, информационный канал «Севастополя». Севастополю вернут 32 миллиона рублей государственных субсидий, сообщает официальный сайт правительства города. По информации, полученной от Министерства спорта России, бюджет региона получит неосвоенные в 2015 году средства, направленные на поддержку спортивных организаций и подготовку спортивного резерва для сборных команд России. На эти деньги до 1 сентября 2016 года будет закуплено спортивное оборудование и инвентарь для детско-юношеских спортивных школ. В Севастопольском музее Мини-Крашицкого первый художественный четверг. Акция, посвященная искусству и культуре, стартовала 7 апреля. Участие в ней приняли более 30 человек. В программе – презентация произведений японской живописи, обсуждения экспонатов музейного фонда, мастер-класс по изготовлению домашнего оберега, куклы-мотанки. На следующей неделе, внимание у горожан, выставка изделий декоративно-прикладного искусства. Кроме того, организаторы планируют творческие встречи с крымскими и севастопольскими художниками. Акция продлится до 1 октября. Каждый четверг музей будет работать с 10 до 19 часов. С перечнем мероприятий можно познакомиться на сайте учреждения. Больше интересно будет девочкам, хотя у нас и молодежь приходит, и такие традиционные техники народного искусства. И чем они интересны, что их делали без применения ножниц и иголок. То есть просто там тряпочки рвались руками, заматывались ниточки тоже руками. Никаких современных приспособлений. Мы стремимся сделать более благоприятные условия и удобные для наших севастопольцев посещение музея, потому что мы прекрасно понимаем, что в рабочие дни, в рабочее время нет возможности у севастопольцев посетить музей, у многих севастопольцев, в том числе и у студентов. Теперь такая возможность у них появляется. А те богатства, которые имеет музей Крашидского, я смело назову это достояние России на сегодняшний день. Севастопольские школьники смогли почувствовать себя героями телевизионной игры «Самый умный», которую в свое время вела Тина Канделаки. Лучшие ученики 4-х и 5-х классов боролись на городском интеллектуальном турнире за звание «Самый умный-2016». Ребят ожидали серьезные вопросы, которые приводили в замешательство даже членов счетной комиссии конкурса. Кто стал победителем и как проходил турнир – в сюжете далее. Недаром преподаватели время со мною тратили. Теперь сможет смело пропеть победитель 6-го городского интеллектуального турнира «Самый умный-2016». Финал конкурса состоялся в Балаклавском доме культуры. Турнир проходил при поддержке Департамента образования Севастополя и региональной общественной организации «Мы – севастопольцы». Организатор – Балаклавский дом детского и юношеского творчества. Хотелось бы выразить огромную благодарность тем, кто помог нам провести этот конкурс. Это Департамент образования города Севастополя, Балаклавская администрация и фонд Павла Лебдева, который предоставил сегодня призы и награды нашим победителям. Городской интеллектуальный турнир «Самый умный» построен по аналогу одноименной телевизионной игры. Вначале разминка на общие темы для восьми участников, затем вопросы по специальным категориям, на которые отвечают уже шесть полуфиналистов, в финале викторина для трех участников по выбранным ими темам. За титул «Самого умного» сражались лучшие ученики четвертых и пятых классов школ Севастополя. «Прекрасный конкурс, прекрасная организация, очень профессионально, трепетно сделано все. Я, честно говоря, надеюсь, что у этого конкурса будет большое будущее. Я думаю, что наша организация будет в дальнейшем всегда поддерживать усилия организаторов конкурса». Лучший результат во втором этапе турнира показала Дарья Абрамова, которая безошибочно и быстро ответила на все вопросы из категории «Математика» и «Пословицы». «Где труд?» «Там и радость». «Верно? Семь раз отмерь?» «Один раз отрежь». «Верно? Паршивая овца?» «Всё стадо портит». «Верно? Без труда не вытащишь?» «Крыбуюсь, куда». «Великолепно!» К финалу Даша Абрамова готовилась по книге Киплинга и Рики Тикитави. Вместе с ней в тройку лидеров вышли Полина Шахновская, которая изучила произведения «Волшебник из Умрудного города», и Алексей Борискин. Он выбрал редкую книгу шведской писательницы Астрид Линдгрен «Дети из Бюллерблюм». Ребята, которые не дошли до финала, рассказывают о своем участии в турнире. «Это интересно. Ты можешь узнать много нового, то, что ты не знал до этого. Главное не победа, а участие, говорят мне так». «Я решила участвовать, чтобы защитить честь своего училища, и чтобы узнать много нового, полезного и интересного, познавательного». Победителем интеллектуального городского турнира «Самый умный-2016» стал ученик 4-го Г-класса билингвальной гимназии номер 2 Алексей Борискин. Он вырвался вперед благодаря ответу на вопрос из категории соперника и показал блестящие знания по своей любимой книге «Дети из Бюллерблюм». «Сначала я очень волновался, и вот такое волнение было, что я не войду. И вот с каждым этапом все нарастало это. И вот я очень рад, что я наконец-то выиграл. Я так ждал весь конкурс». Леша, а кому бы ты посвятил сегодняшнюю свою победу? Ну, в первую очередь, моим родителям, что они меня воспитали такого умного. А еще своим педагогам, тоже очень умным и хорошим. На этом у меня все. В студии работала Наталья Двойцева. Всего вам доброго и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин